Добрый день, уважаемые коллеги! Кому-то я говорю добрый день уже в третий раз, потому что у нас уже третья подряд встреча, очень содержательная, и мы с вами сегодня начнем разговор, который, конечно, не заслуживает внимания всего лишь в течение часа. Это разговор, который требует очень серьезной проработки. Очень острая тема, тема контрольных работ в школе. Мы сейчас с вами только начинаем погружаться в этот вопрос, коллеги, но на наших с вами традиционных встречах по вторникам мы будем об этом говорить, возвращаться к этому вопросу. Мы будем наши клубы для заместителей директоров по содержанию образования тоже проводить, освещая этот вопрос. Поэтому мы сейчас начнем говорить об основных таких позициях, на которые вы должны обратить внимание. И дальше, конечно же, выстроим с вами системную работу по наведению порядка наших контрольных работ. Я передаю слово сейчас своему заместителю Ольге Владимировне Кузнецовой. Ольга Владимировна начнет с вами беседу. Мы с вами в чате общаемся. Вы задавайте вопросы, которые у вас могут возникнуть по ходу дискуссии. На все вопросы мы отвечаем. Вот успеваем сегодня вовремя. Поэтому начнем нашу работу. Если что-то мы с вами не успеем, обязательно будет время поговорить об этом на наших последующих встречах. Ольга Владимировна, передаю вам слово. Спасибо, Алиса Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите вас поздравить с началом учебного года, с приближающимся началом учебного года. И да, у нас сегодня на повестке дня такой актуальный вопрос, для чего нужна контрольная работа в школе. Наш формат работы сегодня дискуссия. Хоть мы и находимся в дистанционном формате в режиме, но хочется, чтобы вы активно задавали вопросы, высказывали свое мнение в чате и принимали участие в наших опросах. И сначала, хотя Алиса Николаевна уже и обозначила проблему, хочу показать вам несколько кейсовых заданий, которые наглядно демонстрируют то, какие проблемы связаны с планированием, разработкой и проведением контрольных работ. Вот перед вами кейс номер один. Это скриншоты по урочных планирования педагогов, которые, воспользовавшись системными шаблонами, все-таки по-разному определили количество контрольных работ в одном и том же классе по одному и тому же предмету. И мы видим, что количество их бывает разным в разных школах, в разных классах, но в разы, скажем так. При этом не всегда прослеживается логика, почему в теме, которая включает в себя 30 уроков, запланирована одна контрольная работа, а в теме два раза меньше учитель планирует провести две контрольные работы. Ну, вероятно, это связано с учебными периодами. Догадаться можем. Но, тем не менее, разные подходы к определению места и количества контрольных работ. Первый кейс. Второй кейс. Перед вами страница электронных журналов педагогов. И тоже мы здесь видим разные подходы к выставлению отметок. Один учитель делает комментарии, проводит контрольные работы. Мы видим, да, они выделены, наверное, комментариями. Используют поурочные баллы. У другого педагога реже поставлены оценки. И если тут провести такой количественный анализ, то первый педагог это от 4 до 8 оценок он выставляет за вот данный период. Другой ставит от 3 до 20. То есть разница такая тоже существенная. Следующий кейс, связанный с предыдущим. Здесь мы видим уже новый формат электронного дневника. Мы можем видеть темы, да, распределение оценок по темам. Но тоже большой логики и четкости выставления оценок не наблюдаем. Потому что тема, контрольная работа проводится в начале темы. Как она связана с данной темой не совсем понятно, наверное, и родителям, и администрации. И где-то учитель вообще не использует контрольных работ, а просто ставит итоговые оценки, не выставляя текущие и итоговые оценки. Текущие промежуточные оценки сразу ставит итоговые. И, конечно же, коллеги на эту ситуацию обращают внимание и наши контролирующие органы. И вот на 8 апреля заявление Рособранадзора о том, что будут созданы рекомендации, они, кстати, выпущены 6 августа, Рособранадзор обратил наше внимание на ситуацию, связанную с контрольными работами. Выявлено вот такое количество, такой процент контрольных работ от числа запланированных уроков. И, конечно же, это процент большой. Он разный и он большой процент. И мы поговорим сегодня о том, какие рекомендации дает в связи с этой ситуацией Рособранадзор. Далее можно обратиться к тетрадям учащихся. Тоже разные способы выставления оценок, разные подходы. Даже видно, что учитель сначала ставит пятерку, а потом исправляет свою оценку на три, не обосновывая это. И, конечно же, вот такие ситуации, они служат причиной обращения родителей, законных представителей в контролирующие органы по критериям выставления оценок и по тому, как контролируется знание учащихся. И последний, шестой кейс, это вот уже сами обращения, которые сделаны родителями в департамент образования. Мы видим, что здесь есть и жалобы на перевод стубальной оценки в пятибальную, не всегда родители понимают это. На выставление оценок за отсутствие формы на физкультуре, а не за содержание, освоение предмета и использование весов оценок. Вот мы понимаем, что организация контрольно-оценочных процедур в школе сопровождается целым рядом проблем. В целом рядом, поэтому просим вас вот сейчас в чате написать, а какие проблемы демонстрируют вот данные кейсы. Может быть, вы сразу же сформулируете причину возникновения данных проблем. И в целом, как эта проблема видна и ясна вам. Итак, я обращаю вас в чат и прошу сформулировать несколько проблем, которые мы обозначили в начале нашей беседы, связанные с контрольными работами, с контрольно-оценочными процедурами, будем так называть. Итак, коллеги, даю одну минуту, чтобы вы могли найти чат и обозначить проблемы, которые, на наш взгляд, необходимо решать сейчас в школе. Проблемы, связанные с организацией контрольных работ. Да, вот вижу, что коллеги уже пишут отсутствие критериев оценки. Планирование контрольных работ. Нет четких критериев по оцениванию. Спасибо, коллеги из школы 2036. Нет критериев перевода многобальной оценки в пятибальную. То есть, соответственно, у школы, которая пользуется данной системой, должна быть единое требование, но вероятно отсутствие единых требований. Так, прошу поактивнее, коллеги. Спасибо. Ну, кто-то еще, вероятно, размышляет. Ну, давайте будем двигаться дальше. Основные проблемы вы уже в чате назвали. На самом деле, да, мы согласны, что это нерациональное планирование контрольных работ. Вот разная периодичность и частота оценивается, отсутствие критериев и, соответственно, непонимание со стороны родителей и учащихся. Это тоже проблема обозначена в наших кейсах. Какие же риски, какие последствия несут за собой данные проблемы? Ну, во-первых, когда мы используем большое количество контрольных работ, это влияет на ухудшение здоровья детей вследствие роста напряженности их. Это, конечно же, неудовлетворенность родителей вследствие того, что мы превращаемся в контролирующую организацию, вместо обучения начинаем только контролировать знания детей, выставлять отметки, а не выполнять образовательную функцию. Это вызывает вслед за собой неудовлетворенность родителей. Конечно же, риски эти очень важные. И вижу, что в чате коллеги еще пишут различные трактовки критериев, недоведение этих критериев до педагогов. Такие проблемы обозначают, да, согласны коллеги с вами. И мы сегодня с вами поговорим как раз о том, как можно эти риски минимизировать и избежать данных проблем. И, как сказала Олеся Николаевна, конечно же, этот вопрос требует глубокой проработки ни одной нашей сегодняшней встречи. Итак, говоря об организации контрольно-оценочных процедур, важно обратить внимание, что выделяются у нас два аспекта. Это организационный аспект, который связан с планированием контрольных работ, а именно определение их количества, графика и порядка проведения. И содержательный аспект, который связан с формами оценивания, отбором содержания этих форм и критериев оценивания. Конечно же, четкого разделения между двумя этими аспектами нет. Нет, они переплетаются, но тем не менее мы постараемся немножко их сегодня разграничить. Говоря об организационном аспекте проведения контрольно-оценочных процедур в школе, важно обратиться к нормативной базе. И несколько выдержек сейчас из федеральных законов. Федеральных законов и нормативных документов. Во-первых, мы не забываем про права родителей, которые определены в статье 44 о том, что родители у нас имеют право знакомиться с оценками успеваемости своих детей и знакомиться с содержанием, используемыми методами обучения и воспитания, а также образовательными технологиями. Следовательно, организуя контрольно-оценочные процедуры, мы должны и это право родителей реализовать. Далее, что важно для определения регламента проведения контрольно-оценочных процедур, это рекомендации санитарных норм. Вспомним сегодня, что рекомендуется проведение не более одной контрольной работы. Выбор дней с высокой работоспособностью, это все-таки вторник и среда. И не рекомендует, рекомендует санитарные нормы нам организовывать контрольных в понедельник и пятницу. Ну и использовать вторые, четвертые уроки не после физкультуры. Вот сегодня нам эти цифры и сведения потребуются с вами в практической работе. Прошу обратить на них внимание. И вот в связи с заявлением Рособранадзора, которое было в апреле, выпущены рекомендации по проведению контрольно-оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях в следующем учебном году. Что дают нам эти рекомендации? Во-первых, определяется понятие контрольно-оценочных процедур. Это контрольные диагностические проверочные работы, которые мы выполняем с учащимися не менее 30 минут. Соответственно, все, что менее, мы не должны называть контрольными, диагностическими или проверочными. И по данному положению мы должны данные работы проводить не чаще одного раза в две с половиной недели по каждому предмету. И объем их не должен превышать 10% учебного времени. Кроме этого, данный документ дает рекомендации по порядку организации контрольно-оценочных процедур. А именно, то, что контрольная работа должна включать в себя этапы проверку, анализ, разбор ошибок, отработку проблем, повторение и закрепление. И даже то, как должны быть подготовлены материалы для учащихся. Не ксерокопии, а печать на принтере. Советую всем очень внимательно ознакомиться с этим небольшим, но содержательным документом. Итак, вот на этот документ мы сегодня обращаем внимание. И попробуем решить одну практическую задачу. Перед нами учебный план пятого класса одной из школ. Определено количество часов. И дано то, что по документам у нас объем не должен превышать 10% учебного времени. Работы должны проводиться, мы имеем в виду контрольно-оценочные процедуры, не чаще одного раза, две с половиной недели и ниже рекомендации СанПИН. Давайте мы с вами, вот пока каждый сам на своем рабочем месте и напишем в чате, посчитаем. А сколько же будет у нас в пятом классе вот таких контрольных, скажем так, полноурочных работ, занимающих не менее 30 минут, всего по предметам. То, что мы должны будем вписать с вами в столбик и того. Вот прошу сейчас участников провести такой арифметический подсчет и написать в чате цифру. Сколько, на ваш взгляд, в вашей образовательной организации должно быть всего контрольно-оценочных процедур, проведено в пятом классе, учитывая данный учебный план. Коллеги, даю одну минуту. Задание на математическую грамотность. Да, коллеги, действительно, погрузитесь сейчас вот в эту вот практическую задачку, потому что вам с этим обязательно необходимо будет работать в вашей управленческой команде. Обязательно, потому что я вам уже об этом говорила на наших встречах, что количество контрольных работ у нас в школах. Ну, просто такое ощущение, что одними контрольными работами занимаемся. Видимо, от того, что не умеем планировать их. Вот давайте будем с вами сейчас учиться это делать. Поэтому поактивнее включаемся. Так, вижу ответы уже 40. Так, хочется сказать, кто больше, но не будем этого делать. Коллеги пытаются все условия соблюсти, которые есть на экране. Но давайте мы хотя бы с вами рассмотрим первые два условия, да, потому что рекомендации санитарных норм и правил, конечно, лучше соблюдать. Ну, вот если коллеги предлагают 40 контрольных работ, 34 учебных недели, то есть получается, что у ребенка пятого класса каждую неделю должна быть контрольная работа по какому-либо из предметов. И еще в какие-то шесть недель будет даже две контрольных работы, таких больших, скажем. Да, об этом тоже давайте будем думать. Так, коллеги, какие есть еще варианты? Задача, видимо, оказалась очень сложной. Да, надо осмыслить. С недостающими данными. Так, если 10%, то считают 90. Ну, тогда 91 можно сосчитать, потому что 952 округляется как 91. Так. 40. Еще раз 40 написали. Коллеги, есть еще у нас варианты или как? Количество участников растет, а вот количество ответов, к сожалению, не меняется. Математики есть? Давайте хотя бы просто математическую задачку решим. Да, написать количество работ по предметам всего. То есть вот эту вот итоговую цифру вывести. Итоговую, всего. Сколько нужно провести контрольных работ? Не более 25. Спасибо. Так, еще коллеги. Три контрольные работы на предмет. Начало года, полугодовая и конец года. Такое есть предложение. Так, три на предмет, значит, нам нужно поставить. 38. Русский язык, 4 контрольных работы. Достаточно, считают коллеги. Ну, вот три на предмет, то есть получается, что из 34 одночасовых, в одночасовых предметах мы три потратим на контрольные. Да? Русскому пишут, вот не более 4 контрольных, не более 13. Вот, пошли, пошли ответы. Ну, потому что посчитать надо. Ну, и вопросы тоже начались в чате, что если в расписании стоит после физкультуры, как будет проводиться контрольная работа. Ну, здесь это надо учитывать при составлении расписания, конечно же, и как-то гибко выстраивать. Я предполагаю, что у нас, наверное, с нами сейчас тоже и учителя, да, хотя у нас для учителей вчера была подобная встреча, но, видимо, есть у нас, среди нас учителя. Просто это семинар для заместителей, поэтому не должно быть такого. Ну, давайте будем двигаться дальше. Коллеги, мы тоже, как бы, были озадачены вот этим вопросом, как определить количество контрольных работ. И, конечно же, первые наши подсчеты сводились к тому, что мы попытались определить, соблюсти вот эти два условия 10% и не более 2,5 контрольных работ по предмету за 2,5 вот за этот период. Да, не более одной работы, не более одной работы за 2,5 недели. И, конечно же, цифры получаются очень большие. Мы понимаем, что не может ученик пятого класса, который пришел из начальной школы, такое количество работ выдержать, да. Поэтому мы обратились к содержанию предметов, к тематическому каркасу Московской электронной школы и начали анализировать, а какие темы, а где необходимо сесть, а где можно проверить работами не на весь урок, а какими-то небольшими работами проверить знания. И методистами Института содержания технологий методов образования разработаны вот эти рекомендованные цифры, возможное решение по количеству контрольных работ в пятом классе. И давайте мы им сейчас, нашим методистам, дадим слово для того, чтобы они прокомментировали, с чем связано такое количество работ по нашим предметам, с чем мы руководствовались, обозначая это количество контрольных работ. Ну, вот я начну как методист еще и по русскому языку, по литературе. Я прокомментирую те цифры, которые мы определили в русском языке и литературе. В русском языке мы выделили 4 контрольных работы, имеется в виду контрольных, таких вот полноурочных работ, проверяющих знания учащихся. Мы сюда в это количество ввели стартовую работу, две поли тематических работы, и понимаем, что можно некоторые разделы программы объединить, и одну итоговую работу. Итого у нас получается 4 работы. Остальное все можно проверить при помощи работ, которые не будут занимать весь урок учащихся. Диктанты изложения ученики у нас не пишут весь урок. И текущий контроль осуществлять в каких-то иных формах. По литературе у нас во всех классах с 5 по 9 запланировано по одной работе. Это работа с текстом и первая часть тестовая. Мы понимаем, что такая работа должна проверять умение учащихся анализировать и интерпретировать литературный текст. И введение вот этой типовой работы в конце каждого учебного года позволит проследить динамику результатов ученика от класса к классу. Меняться будет только сложность текстов, которые изучают ребята. И, соответственно, перечень каких-то литературических вопросов, связанных с анализом текста. То есть мы полагаем, что вот это должно быть вот таким образом. Давайте мы теперь спросим методиста по биологии. Галина Петровна Кулягина, пожалуйста, вам слово. Как вы планировали количество контрольных работ? Добрый день, уважаемые коллеги. Биология для пятиклассников предмет новый. И курс биологии небольшой. Всего 34 часа он составляет, как вы видите. Поэтому так складывается, что объем предметного содержания, он тоже невелик. И мы рекомендуем проводить одну контрольную работу. На этой контрольной работе учитель может проверить освоение учениками основных ключевых знаний, проверить те компетенции, которые ребята получили на уроках биологии, которые сформировались при освоении тем пятого класса. С чем еще связан такой выбор? Так как по биологии достаточно много разных УМК, и количество тем в разных школах может не совпадать от трех до пяти. То есть учителю нужно определить, какие темы являются основными, какие ключевые знания из них действительно разумно проверить и сориентировать вот эту одну контрольную работу на их проверку. Целесообразно, по нашему мнению, мы рекомендуем ее проводить примерно в начале, может быть в конце апреля, в зависимости от графика в школе. Так, чтобы хотя бы три четвертых содержания было изучено, и можно было действительно проверить самые основные ключевые моменты тех тем, которые ребята изучили в течение пятого класса. Спасибо, Галина Петровна. Иностранный язык, английский. Пожалуйста, Залина Кимовна-Карсанова. Добрый день, коллеги. По учебному предмету иностранный язык, в частности английский, рекомендовано нами три контрольных работы. Это стартовая контрольная работа и две полиатематические контрольные работы. Стартовая контрольная работа нами рекомендуется проводить, то есть мы рекомендуем ее проводить после вводного модуля. И, скажем так, она является так называемой диагностической или безоценочной контрольной работой. Она проводится с целью определения сформированности коммуникативных умений учащихся в соответствии с требованиями к предметным результатам, как в ОВГОС начального общего образования. И она определяет готовность обучающихся в пятых классах к дальнейшему овладению коммуникативными умениями в соответствии, опять же, с ОВГОС основного общего образования и общеевропейскими компетенциями овладения иностранных языков на допороговом уровне. Также мы говорим о двух полиатематических контрольных работах, которые определяют уровень овладения коммуникативными умениями в рамках изученных тем. И первая полиатематическая контрольная работа должна проводиться по итогам пяти изученных модулей рабочей программы Spotlight. Мы говорим здесь о рабочей программе, к которой привязан системный шаблон порочного планирования модель 1, и после трех модулей рабочей программы Starlight, которые привязаны системный шаблон порочного планирования модель 2. Что касаемо второй полиатематической контрольной работы, она проводится по итогам изученных тем, включая часть десятого модуля. Это у нас рабочая программа Spotlight и шестого модуля рабочая программа Starlight. И, соответственно, данная контрольная работа проводится за полторы недели до окончания учебного года. Что касаемо итоговой контрольной работы, она не предусмотрена, и по такому же принципу у нас распределяются контрольные работы и по другим иностранным языкам. Спасибо, Залина Кимовна. Но то, что касается коллегии изобразительного искусства, музыки, технологии, физической культуры, то здесь мы понимаем, что оценка знаний и умений учащихся проводится в творческих формах и не предполагает одновременную работу в творческих и каких-то иных формах, и не предполагает одновременную работу всех учащихся по выполнению этих работ. Это чаще всего либо сдача нормативов, либо какие-то защита проектов, какие-то конкурсные испытания, может быть. Поэтому здесь мы по этим предметам мы отмечаем как ноль работ. Ну вот методисты по математике у нас определили количество контрольных работ пятого класса как девять контрольных работ, закрывающие основные темы, изучаемые в пятом классе. Пожалуйста, по географии прошу прокомментировать Эдуарда Сергеевича Яралова. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В курсе географии пятого класса предполагается проведение одной контрольной работы. Данная контрольная работа является промежуточной и политематической. Ее проведение планируется после изучения как раз двух тем, которые классически проходят в пятом классе. Это Земля, планета Солнечной системы и развитие географических знаний о Земле. Соответственно, выбор в пользу проведения контрольной работы, именно это одно и после прохождения двух этих тем, сделан с целью снижения нагрузки на учащихся в пятом классе при изучении, как и в случае с биологией, совершенно нового для них предмета. Также, соответственно, курс географии пятого класса предполагает наличие различных практических работ и, соответственно, включение дополнительных контрольных работ, которые будут, как я сказал ранее, отягощать детей и, наверное, может быть, в некоторой степени даже отпугивать учащихся от совершенно нового для них предмета, будет совершенно лишним. Таким образом, нашей командой ранее было принято вот такая вот рекомендация, решение сойтись вот на как раз одной контрольной работе в течение пятого класса. Спасибо, Дорд Сергеевич. По истории прошу прокомментировать Антона Андреевича Кошелева. Добрый день, уважаемые коллеги. По предмету истории мы рекомендуем провести две политематические контрольные работы в течение учебного года. Если говорить о пятом классе, то наличие двух контрольных работ здесь связано с необходимостью осуществить комплексную оценку достижения обучающимися образовательных результатов, причем по 14 темам тематического каркаса, что достаточно много. Эти темы посвящены древней истории многих стран и цивилизаций. Большое количество изучаемых событий, явлений, процессов, а также наличие разных видов деятельности, которые необходимо оценить, не позволило бы провести одну работу в течение года, так как время на ее выполнение превышало бы целый урок. В этой логике предлагается одну работу посвятить эпохе и первобытности и истории стран Древнего Востока, а другую истории Древней Греции и Рима. Данный вариант обычно является вполне традиционным, широко применяется учителями истории. А если заглянуть немножко вперед и обратиться к параллелям шестых-девятых классов, то уже здесь мы также предлагаем проведение двух политематических работ, уже в несколько иной логике, но также привычной. Одна работа по всеобщей истории, а другая по истории России. Спасибо. Спасибо большое, коллеги, за ваши комментарии. Я думаю, что всем стало понятно, на каких мы положениях основывались, определяя данное количество и тематику наших рекомендованных нами контрольных работ. И обращаю... Можно немножечко прокомментировать тоже? Можно на предыдущий слайд? Коллеги, вот смотрите, сейчас предметные методисты обозначили свои рекомендации. Это надо понимать не как вот прям истину, да, вот мы вот именно это обязаны выполнять. У вас, конечно, могут быть также особенности, да, рабочих программ, которые предусматривают другие цифры. Но, как Ольга Владимировна заметила, здесь очень важно, чтобы вот ваш выбор, выбор ваших методических кафедр, выбор вашей школы в отношении тех или иных количеств контрольных работ всегда был аргументирован, был всегда обоснован. Это очень важно, то есть, если, например, вы открыто транслируете в публичном пространстве, выставляете этот локальный акт, в котором описываете, какое количество инвариантных контрольных процедур будет в том или ином классе по тому или иному учебному предмету. Очень важно, чтобы еще и были к этому обоснования. Я бы даже рекомендовала писать, да, какие предметные, мета-предметные результаты и компетенции проверяет данная работа. Это будет очень здорово, это будет информативно, это только будет повышать статус доверия к вашей школе. Но я думаю, что это, опять же, одна из тем, которые нам нужно будет в дальнейшем обсуждать, именно то, на проверку каких образовательных результатов должна быть направлена та или иная работа. И важно обратить внимание, что по сравнению коллеги с среднестатистическим количеством контрольных работ представленная данная цифра меньше как минимум в три раза. Я тоже уже говорила об этом на наших встречах, что у нас количество контрольных работ в начальной школе вообще зашкаливает там до 100 в год, а количество контрольных работ у старшеклассников почему-то минимальное. И вот этот вот такой абсолютно неравномерное, непонятное, необоснованное распределение контрольных работ, конечно же, немного мешает нашей своими системной грамотной работе. Поэтому вот в пятом классе у нас в среднее количество контрольных работ, которые мы выявили по статистике по московским школам, это 67-68. В некоторых школах достигает 87. Ну вот я считаю, что, конечно, это довольно серьезная большая цифра. Вот и не все надо называть контрольной работой. Вот как подходить к ней, да, к структуре контрольной работы, к пониманию того, что будем проверять, это тоже будет одной из тем наших с вами бесед. Да, Улья Владимировна, дальше можно продолжить. Сейчас возникла еще одна важная мысль, на которую натолкнули высказывания методистов о том, что, планируя по одной контрольной работе на одночасовые предметы, мы должны разнести вот эти итоговые работы в конце года на разные месяцы, чтобы они были не все одновременно, а по плану, например, начиная с марта месяца, какие-то итоговые работы, учитывая то, что уже большая часть материала пройдена, должны уже проводиться. И, коллеги, в связи с этим мы адресуем всех к использованию системных шаблонов по урочному планированию, созданной в сервисе МЭШ Московской электронной школы. Именно в системных шаблонах методисты уже заложили вот свое видение и заложили исполнение вот этих нормативных рекомендаций по количеству контрольных работ, определив при этом тематику, место, время проведения контрольных работ по каждому предмету. Поэтому можно учителей адресовать к системным шаблонам, чтобы они изучили и использовали те подходы, о которых мы сегодня с вами говорили. Это важно, Ольга Владимировна, здесь важно еще коллегам сказать о том, что пока не все системные шаблоны, ввиду обновления учетных записей методистов, не все системные шаблоны отображаются корректно в системе. Именно поэтому мы уже не раз на наших встречах говорим о том, что мы не торопим наших коллег-учителей с полной загрузкой поурочных планов, потому что не все еще системные шаблоны, повторюсь, из-за наличия некоторой некорректной работы в учетных записей кураторов МЭШ, не все системные шаблоны отражены. Поэтому подождите еще немного, сейчас работы ведутся 24 часа в сутки технической службы и разработки МЭШ, поэтому важно обратить на это внимание. Спасибо, Алиса Николаевна. И вот определение данного количества контрольных работ, коллеги, связано еще прежде всего с тем, что мы развели для себя в контроле виды и формы. Мы понимаем под видами контроля стартовый, текущий, который включается в диагностический, тематический и итоговый контроли. Ну и различные формы контроля, помимо представленных на слайде, которыми мы можем обозначать, указывать те или иные оценочные процедуры, которые проводим. Поэтому, что такое контрольная работа? Это прежде всего процедура оценки. А уже форма контрольной работы должна быть определена для участников образовательного процесса более понятно, более конкретно, что мы подразумеваем под словами контрольной работы, в какой форме мы ее проводим. То ли это решение задач, то ли это тест, то ли это комбинированная контрольная работа. Вот здесь важно развести вот эти два понятия и правильно обозначать виды контроля, которые используют учителя в системе, чтобы названия этих видов форм контроля были понятны и родителям, и учащимся. И таким образом контрольная работа у нас нацелена прежде всего на оценку уровня достижения планируемых результатов. Планируемые результаты, которые определяет тематический каркас, в частности, Московской электронной школы. И на основании этих планированных результатов мы можем формулировать с вами и критерии оценки разных видов контроля, определять содержание, предметное содержание имеется в виду, контрольно-оценочных материалов. И обязательно проводить сравнение того, что мы получили в результате контрольно-оценочных процедур с планируемыми результатами. И еще раз скажу о том, что контрольная работа это прежде всего процедура оценки уровня достижения планируемых результатов, который может осуществляться в разных формах. И эти формы у нас будут определены в наших электронных журналах и дневниках для учителей и учащихся. Следующий вопрос. А как же тогда обеспечить открытость вот этих контрольно-оценочных процедур для наших родителей, наших учеников, и в том числе используя инструменты Московской электронной школы? Прежде всего, это совместное планирование результатов с начала учебного года, темы и урока. То есть учитель с учениками сначала должен определить, чему мы научимся, какие планируемые результаты планируем достичь. Следующий пункт это информирование о сроках, формах и критериях контроля. Открытое информирование родителей, учеников о том, в каждой теме, что запланировано для контроля, в каких формах будет проведен этот контроль. Далее важное направление это разработка инструментария оценивания. Многие школы уже приступили к разработке локальных актов и определили критерии, описали процедуры оценивания разных форм контроля по разным предметам и нормы оценивания. Ну и конечно же, для обеспечения открытости контрольно-оценочных процедур мы должны обеспечить своевременное информирование о результатах контроля участников образовательных отношений. Давайте теперь поговорим про разработку инструментария оценивания и проведем небольшую тоже практическую работу. Вот перед вами показатели оценивания, в частности диктанта по русскому языку, по пятибалльной шкале. Вот представьте себе, что учителя-предметники собрались на методическое объединение и вот таким образом разработали показатели, за что они будут выставлять пятерку, четверку и так далее, оценки по русскому языку. Как вы считаете, в чем недостаток предложенных показателей? Что здесь представлено недостаточно, неполно? Попробуйте, пожалуйста, в чате определить, что требует доработки в данных показателях инструмента оценивания. Даю одну минуту, чтобы коллеги могли ознакомиться с частью документа и дали обратную связь. Все ли здесь достаточно? Можно ли в локальном акте ограничиться вот этим описанием, за что мы ставим, например, диктанте по русскому языку, за что мы ставим каждую оценку? Или все-таки нужно обратить внимание разработчиков данного документа на какую-то конкретизацию? Так, пока не вижу новых сообщений. Ну, здесь-то надо время вникнуть. Да, вот пишут, нет времени. Нет времени вникать. А потом не все ульдалино-филологи, да, здесь очень тяжело, конечно, некоторым нашим участникам встречу. Ну, сейчас мы говорим, Олеся Николаевна, что вот этот инструментарий должен появиться в локальных актах образовательной организации. Мы понимаем, что тогда вот этим содержанием этих локальных актов должны владеть, да, участниками. И пониманием того, что должно быть, что достаточно и чего недостает. Да, видимо, все-таки сложную задачу мы поставили. Может быть, наши методисты откликнутся и что-то как-то прокомментируют. Ну, коллеги, давайте тогда я подскажу, потому что времени уже остается у нас немного. Ну, вот в данном случае при выделении, да, критериев оценки, за что мы выставляем оценку 4, 5 и так далее, да, в диктанте, обязательно нужно указать объем текстов текстов для диктанта в разных классах, то есть развести оценивание в разных классах по-разному и дать объяснение понятий, которые включаются в данные, в данные показатели о том, что такое там, например, негрубая ошибка, что такое недочет, да, что такое однотипные ошибки. То есть вот данная выдержка из локального акта требует, конечно же, пояснений, дополнительных пояснений, не только указаний, количество ошибок. Ну, вот давай... У нас есть в комментарии, Ольга Владимировна, есть, коллеги пишут. Да, спасибо. Что пишут? От публикованных. У меня почему-то не загрузилось. От публикованных. Ну, вот я могу прокомментировать, тут пишут, нет периода времени написания, мне описано в течение какого времени пишут. Личный рост ребенка. Было 20 ошибок, стало 8. Возможно, необходимо прописать привязку к планируемым результатам. Ну, еще обращаю внимание, да, что по классам тоже должно быть конкретизированы данные показатели, в частности, по объему выполняемой работы, в данном случае диктанта. Ну, коллеги, у меня подготовлен еще один пример, касающийся, например, оценки устного ответа. Можете посмотреть, а я просто прокомментирую пока, да, что здесь имеется в виду и в чем тоже тут требуют доработки вот этих критерий. И когда вы приступите к разработке данного инструментария в своей образовательной организации, вы можете наши рекомендации учитывать или воспользоваться опытом своих коллег, тоже критически отнестись к тому, чьи там вы документы используете, как вы их используете, какие коррективы вносите. Вот, например, оценка устного ответа. На первый взгляд может показаться, что устный ответ есть во всех предметах и можно сделать такой общий инструмент оценивания устных ответов. Но все-таки, на наш взгляд, здесь не хватает именно конкретики по каждому предмету. Потому что если это будет устный ответ по русскому языку, мы должны обратить внимание на норму русского языка. Если мы возьмем устный ответ по истории, правильное использование дат и так далее. То есть все-таки в критериях оценки разных форм контроля по предметам важно отразить специфику предмета. И они должны строиться в зависимости от того, к какому предмету данная форма привязана. Вот это тоже очень важно. Есть ли у нас еще какие-нибудь комментарии? И оценка 1, пишет коллеги, ставится, если диктант совсем не написан. Не соглашусь, потому что если работа не выполнена, то мы не можем ее оценить. Согласна, Алиса Николаевна? Подсутствие работы оценивается. Такой вопрос тоже. Итак, коллеги, давайте будем подводить уже некоторые итоги нашей первой встречи по этому важному вопросу. И прежде всего обозначим некий перечень мероприятий, которые может проводить школа по совершенствованию системы проведения контрольно-оценочных процедур. Я думаю, что вы уже поняли, что это должна быть работа методических объединений по разработку именно перечня, тематики, оценочных процедур в каждом классе. Проработку критериев оценивания каждой формы контроля, связанную с содержанием предмета. И, соответственно, далее эти перечни, критерии должны быть пронесены в локальные акты образовательных учреждений, может быть отражены в рабочих программах, в основной образовательной программе. И далее осуществляется мониторинг исполнения данных локальных актов и принятие соответствующих управленческих решений. Ну и в качестве небольшого заключения, вот то, о чем мы сегодня успели поговорить, на что мы сегодня обратили внимание ваше. Давайте попробуем определить какие-нибудь рамки, знания которых, понимание которых позволит учителю, администрации правильно реализовать и организовать контрольно-оценочные процедуры в школе. Мне кажется, это могут быть принципы организации контрольной работы, принципы проведения контрольно-оценочных процедур. Попытайтесь сформулировать их одним, двумя, несколькими словами для того, чтобы обозначить их уже в своих образовательных учреждениях. И понимание этих принципов будет держать, так сказать, участников образовательных отношений в некоторых рамках и позволит им правильно спланировать, провести контрольные работы и соблюсти все этапы контрольно-оценочной процедуры. Итак, коллеги, предлагаю вам пройти по QR-коду и сформулировать, как вы сегодня поняли, какие у вас есть представления, какие это могут быть основные принципы. Ссылка есть в чате. Так, появляется уже объективность, принцип объективности. Давайте я еще раз покажу QR-код. Завершая нашу работу, все-таки хочется сделать какой-то вывод и дать обратную, чтобы вы дали обратную связь в формулировке таких основных правил оценивания. Проверяем. Целесообразность, то есть соответствие контроля, как я понимаю, целям. А цели это у нас планируемые результаты, то есть еще, наверное, целесообразность будет включать себя и соответствие планируемым результатам. Так, коллеги, поактивнее. Так, оценочные нормы, то есть соответствие нормам оценивания. Так, необходимость. Информативность появилась. Объективность пока у нас чаще всего. Критериальность оценивания. Спасибо, что вы отмечаете этот важный принцип оценивания. Открытость, о которой мы сегодня говорили, и о том, как эту открытость реализовать. И мы понимаем, что требуется большая работа, чтобы действительно данные принципы реализовать и правильно представлять результаты учащихся. Так, единство подходов. Требования к результатам у нас тоже отмечены как самые важные. Да, планируемые результаты. Так. Ну, вот принцип необходимости. Я бы тут, конечно, попросила прокомментировать. Не очень понятно, что имеется в виду, но надо подумать. Спасибо, коллеги. Вижу. Единство подходов. Информативность. Соблюдение сроков и объема контроля. Сроков, наверное, имеется в виду графика контрольных работ. Ну, коллеги, давайте, что можно дополнить к тем принципам, которые вы уже сформулировали. Ну, учет, наверное, разных функций контроля, не только констатирующих функций, но и формирующих функций контроля, уровневый характер контроля, выявление результатов, определение результатов разного уровня. Гибкость, вариативность формы методов. Мы сегодня с вами упомянули разные формы организации контрольно-оценочных процедур. Ну, и принцип самостоятельности учащих, который состоит в том, что мы, организуя контрольно-оценочную процедуру, предлагаем им, создаем, точнее сказать, для них возможности самооценки, самоконтроля, выбора даже. Школы сейчас предлагают такие модели, когда учащиеся выбирают сроки выполнения контрольной работы и могут выполнить контрольную работу, например, раньше, чем весь класс и так далее. То есть это принцип самостоятельности, который тоже нужно учитывать, организуя контрольно-оценочные процедуры. И возвращаемся мы с того, к тому вопросу, с которого начали, что дает контрольная работа школе. Ну, прежде всего мы отмечаем, что это информацию об уровне достижения планируемых результатов, возможности отслеживания динамики, да, возможности корректировки образовательного процесса в зависимости от полученных результатов, да, что дает контрольная работа в школе. Надеюсь, что мы на поставленный вопрос ответили и обозначили для вас вот эту важную проблему, с которой мы будем обязательно работать в этом году, как организовать контрольную работу в школе, и правильно ее спланировать для того, чтобы она принесла пользу и информацию всем участникам образовательных отношений. Олеся Николаевна, вам слово в заключение. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Мы уложились в час времени, положенный нам. Есть некоторые вопросы, на которые, может, еще мы не успели ответить. Есть такого частного характера вопросы, да, там, с физической культурой, с уроками по физике, с двойками, куда что выставлять. Я думаю, что мы можем говорить об этом, безусловно, на наших встречах и какие-то отдельные кейсы из вопросов, которые нам участники сегодня направляли. Из этих отдельных кейсов мы тоже сможем встречу определенную организовать и с учителями, и с заместителями, для того, чтобы на эти вопросы ответы коллеги получили. Спасибо большое всем за участие. Еще раз повторяем, что мы очень важную тему сегодня затронули, но, конечно, еще требуется время для того, чтобы и еще другие наши встречи, которым мы обязательно посвятим обсуждению вопросов контроля образовательных результатов. Спасибо большое всем, всем удачи. И, конечно, всех поздравляем с наступающим учебным годом. Уверена, что все этому сильно радуются. Спасибо большое.